В понедельник 13 мая на еженедельном совещании в администрации Фурунского района под руководством Романа Соловьева обсуждали реализацию проектов благоустройства. В работе участвовали заместители главы района, начальники отделов, главы сельских поселений. Начинается масштабный ремонт дорог. Повсеместно продолжается борьба с безответственными жителями, инициирующими пал травы. Проводятся информационные рейды с инструктированием местного населения. Уважаемые жители и гости Фурунского района, своевременный звонок в службу МЧС поможет остановить пожар, а значит спасти лес, а может быть и человеческие жизни. При обнаружении горения травы в населенных пунктах и их окрестностях следует передать информацию по телефону 01 служба ЕДДС 849 341 21151. Напоминаем, что виновным в поджоге травы грозит административная и уголовная ответственность. Окончание отопительного периода, проведение прессовки домов, ремонтные и подготовительные работы на системе отопления обсудят на совещании 14 мая. В работе примут участие руководители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и главы сельских поселений. Один раз в год в маршрут движения областного общественного транспорта вносятся изменения. В связи с многочисленными обращениями жителей, по поручению главы районов Департамента автохозяйства и транспорта Ивановской области готовится заявка, согласно которой маршрут автобуса Фурманов-Иваново будет проходить не только через автовокзал, но и через улицу Хлебниково, как это было ранее. В Фурманове, согласно календарю высадки растений, приступят к созданию клумб непрерывного цветения. Этим летом на городских цветниках запланировано высадить петунии, георгины, астры, бархатцы и другие виды, всего более 20 тысяч. Они будут радовать глаз до поздней осени. Отдел молодежи и спорта администрации приступил к ремонту детских и спортивных площадок. На улице Мичурина у дома номер 6 проводится замена бортов и сетки. В продолжении спортивной темы. В этом году на городском стадионе появится площадка с тренажерами и зона для воркаута. На противоположной стороне установят трибуны с навесом. Запланирован монтаж надлежащего освещения главного спортивного объекта города и асфальтирование хоккейного корта. В летнем саду у нового детского игрового комплекса в ближайшее время для удобства установят скамьи. На этой неделе здесь будет проведен субботник в зоне у ручья. Работники, обслуживающие территорию летнего сада, сообщили об очередных актах вандализма. Уже в третий раз элементы игрового комплекса приходится ремонтировать. Уважаемые жители и гости города, бережно относитесь к элементам благоустройства. Тогда деньги будут потрачены не на очередной ремонт, а на реализацию новых проектов. Определен перечень работ для проведения благоустройства официальных пляжей Фурманского района. Традиционно сезон откроется с 1 июня. 14 мая в 17 часов глава Фурманского района Роман Соловьев проведет очередную встречу с населением. Она пройдет в актовом зале администрации. В завершение оперативного совещания глава района дал ряд поручений и обозначил сроки их выполнения.